Говорил, если нет, мне такие слова Жизнь я прожил и стала седой голова Лишь отечеству отдал я жизнь одному Только честь, только честь никому Честь имею и её не продаю Честь имею в мирной жизни и в бою Честь имею на реках В селе Покровское состоялся юбилейный 10-й открытый районный патриотический фестиваль имени Федориса Ахмаева «Честь имею» Имя этого солдата знают все покровчане Здесь в его честь названа улица и установлена мемориальная табличка Он погиб во время чеченской кампании в 1996 году Посмертен награждён Орденом Мужества Ну как и все дети, садик ходил на майку Вырос, учился средненький Не хвалю, что он такой хороший Такой же, как и все дети, так же и вырос Как раз в войну попал Как передовых был он Молодой ещё, 19 лет Три месяца он там был Ну, защищая Грозный, он погиб Аганистан, потом Чечня У пацанов была война И каждый хомит события своих дней Кто не был там, тот не поймёт Как сердце вновь со стою бьёт Отбивая имена боевых друзей Каждый год фестиваль «Честь имею» посвящают патриотическим темам Герои былых времён Я, русский солдат Патриоты России Герои России В этом году участникам предложили исполнить песни о локальных войнах Это надо делать Чтобы наше подрастающее поколение знало и понимало Не только ту боль, которая была в 1941-1945 Когда наши отцы, деды и прадеды защищали нашу родину Точно так же наши ребята, которые приняли участие в афганской войне, в чеченской кампании Как показала жизнь Александра Ильинича Гудач Главный вдохновитель этого проекта Сам участник локальных войн Он оказался прав Такие фестивали должны быть Потому что именно здесь Мы отдаём дань уважения тем, кто служил в вооружённых силах Советского Союза, Российской Федерации Кто участвовал в боевых конфликтах И те, кто не вернулись в болезни сражений В память о павших героях епископ Нижнетагильский Невьянский Феодосий провёл литию Гости и участники фестиваля возложили цветы к мемориалу воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны Если кто-нибудь посягнёт на нашу Россию Получит достойный отбор Мы все как один поднимемся на защиту нашей Родины Попробуй, тронь мою Россию Себя не пожалею я Все накопления трудовые Отдам тебе моя страна И встану в строй там, где труднее На первой линии в бою За Родину не пожалею Жизнь не прожитую свою Все песни, вся тематика фестиваля пронизана искренне словами о Родине, о чести, о долге Это фестиваль, который действительно очень ценен для нас, для каждой семьи, для каждого человека За эти 10 лет, то что проводится фестиваль здесь, село Покровское, я бы, наверное, сказал, все-таки стало не только центром военно-патриотического воспитания жителей Горноуральского городского округа Но как отмечают и члены жюри, которые с каждым годом все более и более именитые, что в Свердловской области мы выходим уже на уровень областной Выступление участников оценивают руководитель проекта фестиваля «Честь имею», первый заместитель главы администрации Горноуральского городского округа Александр Гудач, автор-исполнитель военно-патриотических песен, ветеран воздушно-десантных войск, ветеран войны в Афганистане Сергей Зимцов и председатель жюри ветеран войны в Афганистане, ветеран воздушно-десантных войск, кавалер Ордена Красной Звезды, автор-исполнитель, композитор, поэт, лауреат международных всероссийских фестивалей и конкурсов Евгений Бунтов Что случится, что в крови судьба узлом затянет в тропы? Илья Пророк, благослови свою небесную пихотку! Уровень фестиваля меня, честно говоря, порадовал. Даже сравнивая его с другими фестивалями, даже всероссийскими, но я порадовался за уральцев. В этом году на фестиваль поступило 60 видеозаявок от авторов и исполнителей со всей их Свердловской области. Из-за ограничительных мер три недели члены жюри отсматривали ролики участников. Лучших пригласили выступить на галоконцерте. Мы с тобой одною крови, мы с тобой одною море, и живем и любим жаднах, мы с тобой одною крови. Ищены они пожаром, сожжены огонь. Гран-при фестиваля вокально-инструментальному ансамблю «Крылья Тагила» вручил секретарь местного горноуральского отделения «Единой России» Владимир Доможиров. Коллектив образовался полгода назад. Участники подобрались из разных ведомств – МВД, спецназ, боевое братство, МЧС и ОМОН Росгвардии. О победе в дебютный для себя год даже и не думали. Ну такого мы, конечно, не ожидали. Мы просто привыкли дарить людям свою энергию, свое творчество, но бескорыстно, вопреки всему, не рассчитывая на призовые места и уж тем более гран-при. В честь 91-й годовщины образования воздушно-десантных войск на фестивале прошли показательные выступления спортсменов-парашютистов, среди которых мастера спорта и члены сборной Свердловской области. Они развернули купола в цвета российского флага, флагов ВДВ и ветеранов Афганистана в небе над фестивальной площадкой. Никто, кроме нас, не выдержит это воздушный десант на самом краю. Никто, кроме нас, мы падаем в небо. Несут купола Победен в бою